Русская православная церковь Русская церковь И, конечно же, наш долг говорить об этом и вспоминать об этом. Патриарх московский в Сея Руси Кирилл предложил в 1922 году отметить вот эту память таким образом, что будут установлены памятные знаки на тех церквях, где это происходило и где священникам приходилось противостоять. Будут проведены памятные литургии, будут проведены беседы В том числе мы тоже подключаемся и также хотим провести передачу именно на эту тему Отец Петр, процесс по изъятию церковных ценностей Что он из себя представлял и кем он был инициирован? Вы знаете, я бы немножко внес уточнение Все-таки процессы, процессов в связи с церковными, изъятием церковных ценностей Было немного судебных процессов А вот эта кампания по изъятию, она охватывала несколько лет Вот, она началась, собственно, эта кампания, у нее была небольшая предыстория А суть заключалась в том, что в гражданскую войну церкви предъявляли обвинения в контрреволюционной деятельности Хотя на поместном соборе и в своих званиях патриарх Тихон говорил о том, что церковь вне политики Она не за большевиков и не за белогвардейцев Закончилась в 1920 году гражданская война, взятием Крыма Вот этим исходом врангелевских войск в Константинополь И, казалось бы, церкви уже нечего предъявить для неправедного ее осуждения Вот в лице иерархов или священнослужителей Ну, оказывается, вот власть пошла на такую хитрость и использовала голод в 1921 году Голод в Поволжье для того, чтобы организовать кампанию клеветы Для того, чтобы опорочить честь и достоинство церковно-священнослужителей И для того, чтобы банально ограбить церковь, лишив всего ее движимого и недвижимого имущества А голод, который послужил, так сказать, официальной причине объявления вот этого процесса Он в Поволжье голод, по какой причине он вообще возник? Да вы знаете, это вот, когда совершилась революция, почему-то, ну, мне так кажется, люди, совершавшие вот эти революционные действия Они почему-то считали, что одними идеями они смогут накормить и крестьянство, и городских рабочих, городскую бедноту И поэтому мы с вами помним, была развернута продразверстка, когда крестьянские хозяйства нещадно грабились И забиралось все, вплоть до посевных семян И чем было сеять? А тут еще наложился засуха И, конечно, деревня стала вымирать от голода И, собственно говоря, в 1921 году обратился патриарх Тихон, обратился к верующим всего мира Церковь в его лице обратилась с воззванием о том, что необходима помощь Мы с вами знаем, были образованы комитеты помощи голодающим по Волжье И зарубежные христиане переводили в Россию очень большие суммы Так, одна из благотворительных организаций Америки перевела около 120 миллионов царских рублей Затем внутри церкви были собраны необходимые ценности Но их было не так много, конечно, народ, крестьяне в своей основной массе жили небогато Но несколько миллионов золотых рублей тоже поступили вот в эти комитеты Однако помощь не оказывалась Власть взяла паузу, люди умирали от голода Церковь собирала деньги И проводились согласования между правительством и священно-начальным нашей Церкви По поводу того, чем еще Церковь может помочь И патриарх Тихон сказал, что если необходимость того требует Да забирайте и наши ценности Только оставляйте те, которые не могут по канонам церковным Употребляться для других целей, кроме богослужения Чтобы не впадать в грех святотатства Государство молчало Проходит месяц, два, три Уже прошла осень В деревнях, в селах, по Волжье И отмечаются случаи каннибализма И десятки, сотни тысяч смертей Хотя на те деньги, которые были переведены благотворителями из-за рубежа Помогли нескольким миллионам голодающим Но государство, советская власть молчала Ну и как вообще, когда уже все-таки этот процесс пошел То есть, я так понимаю из вашего рассказа Что даже предложение патриархам Тихонам помощи Она не воспринималась Я думаю, это было бы ростом, скажем так, авторитета в Церкви Конечно, им это было совершенно неинтересно И вот все, они теперь идут, заходят и забирают Насколько этот процесс проходил мирно, немирно Было ли какое-то сопротивление со стороны наших, ну скажем так, церковных властей И как себя вел Ленин в этой ситуации Вы знаете, действительно оказывается Почему власть медлила Вот это время голода в Поволжье было выбрано для нанесения окончательного удара По церкви, по религии, по разрушению всего того святого, христианского Что еще оставалось на территории России Почему? Потому что народ голодал И вот эти 150-160 миллионов крестьян Они были на грани, многие на грани выживания Они не могли заступиться за церковь Это вот с одной стороны С другой стороны Нарушены были всяческие договоренности И после декрета о беззятии церковных ценностей Забирали все В том числе и богослужебные сосуды Снимали ризы с икон Выносились дорогостоящие мощевики То есть все, что было пожертвовано в церковь Если в соборе служилась одна литургия Оставляли всего лишь один евхаристический сосуд Если это были крупные городские соборы Ну, несколько потиров оставляли Или евхаристических наборов И все Остальное выламывалось Беспардонно Спрессовывалось, укладывалось в ящики И, как потом история говорит Это все складировалось на складах Гохрана Много ли собрали? Собрали довольно скромные суммы Почему? Потому что, оказывается, на 1922 год Это уже не принадлежало церкви Комитет по изъятию церковных ценностей Под руководством Льва Троцкого По изъятию романовских активов Он действовал еще с 1918 года И за всем за вот этим стоит Собрание вот этой Большой суммы Больших ценностей Не для помощи, как оказалось, голодающим Советская власть Стала понимать в 20-х годах О том, что необходимо налаживать экономику И те советские знаки, которые были выпущены сразу после революции Они даже не окупали стоимость бумаги На которой они были напечатаны Поэтому вот этим сбором этих всех активов и ценностей Советская власть готовила денежную реформу И готовила золотое обеспечение Будущему вот этому советскому червонцу То есть люди не были накоплены Да, о людях не думал никто Власть совершенно решала свои утилитарные задачи Вот известна какая-то история По-моему, в шуйской епархии возникло какое-то Восстание его на Вознесенских рабочих В Шуи Чем она закончилась? Я знаю, что Ленин как-то особенно себя агрессивно после этого повел В марте События происходили в марте 1922 года Когда в Шуи Вот эти революционные солдаты и матросы Начали захватывать храмы Вламывались в соборы Ломали, рушили Но ведь при этом, понимаете, еще и кощунствовали Мы видим фотографии этих годов Когда красноармейцы сидят на престолах Когда курят Справляют нужду в алтарях, понимаете? Когда казнят священнослужителей Тут же, вешая их вниз головой Это в основном было 18-19 год Здесь уже были судебные процессы Но тем не менее и рабочие Вот удивительное дело В Шуи восстали рабочие Пролетариат восстал Которому вроде бы не было чего терять Кроме своих цепей А рабочие восстали на защиту своих святынь Но если вначале власть была не совсем организованная И у него не получилось Затем пулеметчики сделали свое дело И на папертях лежали трупы убиенных А через них спокойно красноармейцы выносили церковные ценности И вот тогда появляется знаменитое письмо Ленина о том Что вот этот момент мы должны и поставить точку Мы должны расстрелять как можно большее количество реакционного духовенства И вот эти ценности церковные прибрать к своим рукам Конечно, я не знаю как сейчас Но в советские годы Довольно значительное число писем Ленина В том числе и это письмо В политбюро по поводу восстания шуйских рабочих Они не вышли в собрание сочинения Ленина И там как раз в этом письме и грезит руководитель мировой революции О тех миллиардах, которые якобы должны забрать у церкви Которые необходимы для становления, развития Или укрепления советской власти в России В их руках был алмазный фонд, дворцы, имение дворян Они надеялись на то, что в церкви слишком много найдут Вообще, сколько было изъято ценностей? Судя по архивным данным, Ленин грезил о миллиардах Архивы говорят о том, что было изъято 7-8 миллионов царских золотых рублей Нет, это вообще А вот именно то, что из церкви Что они вообще выносили? А из церкви забирали там архивные данные по изъятию ценностей Говорят о том, что в церкви совершенно было мало золота Это царский металл И его нужно было искать, наверное, где-то в кремлевских палатах А в церкви было серебро Серебряные ризы, оклады, подсвечники Ну, вся утварь из серебра делалась Ну, и драгоценные камни, которые, если жертвует, допустим, окладное Евангелие богатый купец То это не просто был оклад из серебра Конечно, были драгоценные камни Вот это все собиралось И собиралось, увозилось в Гокхран И, как показывают данные Вот из всей этой кампании Вот из-за рубежа Сотни миллионов золотых рублей поступили Верующие собрали несколько миллионов золотых рублей Во время кампании по изъятию ценностей Ну, до 10 миллионов золотых рублей И вот из всей этой громадной суммы Советское правительство на ликвидацию голодов по Волжи Пожертвовало всего лишь 1 миллион золотых рублей Куда ушли остальные деньги? Остальные деньги ушли на Возможно, на мероприятия по организации Вот проведение генуэзской конференции По признанию советской власти Да А большая часть, скорее всего Вот Для денежной реформы Ну, я не скажу для банального воровства Да Вывозилось за рубеж Ведь в это время, возьмите архивные материалы Заполнены были аукционы зарубежные Нашими иконами, картинами Предметами Искусства Церковно-прикладного искусства Отдавали за бесценок Вы знаете, я вам хочу сказать, что даже вот Мой убытной школьнице Я знала человека, который продает старинные иконы И у него их был целый склад Я тогда даже не задавал себе этих вопросов Откуда у него старинные, вот такие почерневшие иконы До тех времен Это очень дорого Особенно это брали иностранцы То есть в Советском Союзе это даже прям Они под статьей, как говорится, ходили Как-то вот контрабандой все это передавали То есть можно сказать, что это просто было еще и разграбленное, село, наверное, в каких-то частных руках А то, что не подвергалось каким-то денежным выражениям, да, но не могло быть продано Ну, простые, вот такие народные какие-то иконы, да, какими-то народными богомазами писаны Сжигалось Надо было побольнее ударить церковь Кощунствовали, сжигали Посмотрите в документальном фильме Вот эти 20-е годы 19-е, 20-е, 22-е год Когда люди несут в костры иконы Посмотрите на их глаза А сатанелые глаза Страшные глаза Как тут не вспомнишь 200-летний предыдущий период Молчание церкви Наша передача подошла к концу Я благодарю вас за нее И прошу, чтобы вы подвели некий итог ей Вы знаете, это очень тяжелая страница Нашей церковной и общественной жизни Компания по изъятию церковных ценностей Потому что компания служила прикрытием для более глубоких целей По разрушению Церкви Христовой Как внешней, так и внутренней Мы вспоминаем о миллионах жертв Вот искусственно созданной засухи Голода в Поволжье Мы с вами, когда обращаемся К этим тяжелым страницам нашей церковной истории Мы видим, к чему приводит отступление человека от Бога Бог никогда поругаем не бывает А вот человек без Бога А сатанев Он погружается на самое дно ада Уже здесь, при нашей с вами жизни Мы должны помнить не только хорошие страницы Мы должны помнить и о плохом О том, что было в нашей истории И молиться о наших предках Чтобы Господь помиловал их Чтобы Господь Их примером Научал нас ценить веру Ценить Знаете Расположение Божие к нам Мы не должны с вами быть Иванами, не помнящими родства Мы не должны с вами Засовывать голову в песок Отстраняясь от тех процессов Которые происходят в нашей жизни В общественной, в государственной, в культурной Но мы призваны, будучи христианами Давать им христианскую оценку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому